Музыка Шопена звучит, но лишь для закрепления пройденного фрагмента. Больше на этой репетиции танцоры двигаются под счет. Миниатюра по мотивам снежной королевы, люди, льдинки, необычный шаг и манера движения. Сложные поддержки отрабатывают особенно тщательно. В тот момент, когда вы проезжаете, ты вниз и готова. Только слайд сделай. То есть ты вниз ушла и готова. Она не раз удивляла судей различных танцевальных конкурсов Украины и России своими оригинальными постановками. Ее высоко оценили мэтры современной хореографии. Но сама она говорит, что только ищет свой почерк. Пять лет Надежда работала над собственным проектом, фестивалем современной хореографии «Сила безмолвия». Был еще один проект – Лига современного танца. Теперь больше занимается постановками. В стрекозе не могут скрыть удовольствие от совместной с ней работы и приятного общения. Она по темпераменту похожа на наших детей. Дети к ней очень близки, понимают. Она наших детей понимает, дети ее тоже понимают с полуслова. Ну, вы сами все видели на самом деле. Видно, что работает этот тандем, что называется душа в душу, несмотря на сложную хореографию и необычную лексику танца. Сами стрекозы признаются, что к такой хореографии нужно просто привыкнуть и понять. Надежда Аполлонова, в свою очередь, хвалит новых учениц. Такое бывает иногда, что ты приходишь и люди, танцовщики, либо берут быстро то, что ты конкретно им даешь. Потому что можно взять по-разному. Можно взять костяк скелет движений, сделать их совершенно в другой интерпретации, не в той, которую показывает хореограф. А тут происходит такая штука, что мы как-то так нашли общий язык танцевальный. И получается, что то, что я хочу видеть, я это в итоге вижу и достаточно быстро. Общение с питерским хореографом продлится всего несколько дней. За это время Надежда поставит три танца. Их запишут на видео и будут отрабатывать весь учебный год. Мы, зрители, увидим их в большой концертной программе, которая состоится в мае, когда Стрекоза отметит свой 10-летний юбилей. Наталья Овсичук, Василий Пронькин, Альфа Новости.